Зимняя сессия в самом разгаре. Однако зачеты и экзамены это не повод забывать о самом главном зимнем празднике. Посещая научную библиотеку, студенты и сотрудники КФУ смогли принять участие в новой университетской акции, что читает университет, и нарядить елку. Вот только главным украшением мероприятия стали непривычные игрушки и гирлянды, а пестрые ленты, каждый цвет которой символизирует литературный жанр. Эта елочка несколько отличается от новогодних традиционных. Здесь не оставляют записок Деду Морозу, а вешают вот такие ленточки. Именно по ним мы узнаем, что же читает КФУ. Ну что ж, мой выбор сделан. Какая литература больше всего интересна сотрудникам и студентам КФУ, этот вопрос пока остается открытым. Однако научная библиотека КФУ ответит на него уже совсем-совсем скоро. Мы приготовили книжечки. Каждая книжечка со своей тематикой и с разноцветной ленточкой. Каждый читатель подходит, берет ленточку по своему предпочтению и вешает нашу елку. Елка у нас предновогодняя такая тематика. В акции приняли участие студенты и сотрудники со всего университета. Это люди разных специальностей и возрастов, со своими вкусами и предпочтениями. Сложно даже предположить, какую литературу предпочитает большинство опрошенных. В сфере работы приходится читать экономическую литературу, хотя в принципе она тоже интересна, но в свободное время люблю читать детективы. Мне нравится загадка, нравится делать определенные предположения и в конце книги понимать, угадал я или нет. Дом и семья читать начала из-за того, что, ну как это, нужность и года пять назад. Потому что она полезна в обыденной жизни и вообще применяется, ну есть применение, куда применять. Что приключения, например, для меня, я не знаю, где применять в своей жизни, да, только если погружаться в свои какие-то мысли. Литературные предпочтения опрошенных участников приятно порадовали. Статус одной из самых читающих стран еще раз подтвержден. Ведь если молодежь по-прежнему учтит классиков и полезную литературу, то культурный уровень молодежи не упадет. Аделя Шемелова, Руслан Урозаев, Универ Ньюс.